Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней нашей презентации это гингивит, заболевание парадонта, возникающее в период полового созревания. Воспаление ткани парадонта связано с распространёнными заболеваниями. Гингивит от латинского gingivitis, имеется в виду гингивия десна и воспаление. Это воспаление десен без нарушения зубодесневого соединения. Этиология. Гингивит, как правило, возникает из-за скопления микробного налёта на зубах в результате несоблюдения гигиены полости рта. Гингивит также может обусловить неправильное ацетонатическое лечение, которое в комплексе с плохим уходом за зубами и полости рта провоцирует интенсивное развитие патогенных микроорганизмов. Бактерии. Резервирусы, грибы являются непосредственной причиной воспаления десен. Классификация гингивит. Заболевание может протекать в острой и хронической форме. Хронический гингивит возникает из-за некачественной гигиены, присутствия объёмных на зубных отложений камня. Симптомы гингивита – это вялое течение, небольшая кроотативность во время чистки, незначительное разрастание десеневой ткани и образование десеневых карманов. Симптомы острого гингивита – сильное воспаление дёжек с общим ухудшением состояния, болезненные ощущения, дискомфорт во время еды при разговоре. Клинико-анатомические формы. Первое – это катаральная, общее ухудшение самочувствия болезненные, воспалённые, слизистые, отёчные, воспаление межзубные сосочки. Язвенно-некротические симптомы. Образование на слизистых язвочек серого цвета, сильная кроотативность, боль, зуб и появление неприятного запаха. Гипертропические. Часто связаны с гормональным нарушением, сопровождаются сильной болью, набуханием десен, кроотативностью. Образуется гной, возникает гнилостный запах под десенами, твёртый камень, объёмный налёт. Четвёртое – это атрофический. Наблюдается оголение зубных корней из-за углубления под десеневых карманов. Диагностика. Острые формы заболевания пациент заподозрит по выраженной кроотативности и боли. При осмотре на слизистой оболочке показаны корочки. Хроническую форму также может определить стоматолог на приёме после тщательного осмотра. Его задача – диагностировать вид, стадию заболевания, определить причину возникновения, чтобы правильно подобрать тактику лечения. При тяжёлых стадиях врач назначает микробиологический анализ отделяемого полосерта на ОАК. Лечение гингивита. Тактика лечения в стоматологии гингивита у взрослых определяется индивидуально, с учётом формы тяжести заболевания после обследования. Воспаление купируют противомикробными, противогребковыми средствами в виде мази, гелии, растворов для полоскания. При генерализованной форме по назначению врача пациент принимает курс антибиотики. При сильной боли применяют обезболивающие средства местно и внутрь. Удаляют на зубные отложения и налёт профессиональной чистки. Ультразвуковая чистка плюс ЭФЛОП. После неё нередко выявляются коррёжные очаги, которые также необходимо ликвидировать. Некротические, гнойные, в некоторых случаях гипертропические виды требуют хирургического лечения. Почему у детей развиваются заболевания парадонта? Болезни парадонта могут возникать как у взрослых, так и у детей. Причины развития заболеваний могут существенно отличаться. У парадонта у детей растут и формируются постоянно. На этом фоне они очень чувствительны к внешним раздражителям. В период полового созревания появляются дополнительные риски развития заболеваний парадонта. Перестройка гормонального фона и ускорение обменов процессов могут спровоцировать хроническое воспаление десны. Причины появления болезни парадонта могут стать такси, депрессия и стресс, которые нередко возникают у подростков. Какие болезни парадонта могут возникать в детей? Гингивит. Бактериальное поражение сердца областей у детей сопровождается кровоточивостью, отёком и болью. Без лечения приводят к потере зубов. Парадонтит. Воспалительное заболевание тканей парадона проявляется в виде образования гнойных карманов, обнажения шеи, корней. Подвижность зубов. Излечение приводит к потере зубов и сложным инфекционным заболеваниям. Стоматит. Воспалительное заболевание с листой оболочки полости рта. Проявляется образование белых язвочек, болью, отёчностью. Причиной патологии нередко является вирусной и бактериальной инфекцией. Неправильное питание, приём лекарств. Хейлиб. Болезни с листой оболочки и красной каймы губ часто проявляются как аллергический дерматоз. Глассет. Воспалительное заболевание языка, причинами которого могут стать различные инфекции. Предполагает приём антибиотиков. При пубертатной парадонтит. Возникает у детей до 11 лет. Чаще всего наблюдается генерализованный. Начинается заболевание во время или вскоре после произведения молочных зубов. Проявляется нарушение прикрепления кисны к зубам и тяжёлой деструкции альвеолярной кости, приводящей к преждевременному выпадению зубов у детей с 3-х летнего возраста. Ранее и агрессивное течение обусловлено тем, что у таких пациентов имеются дефекты иммунитета. В крови мало моноцитов и полиморно-ядерных лейкоцитов. У всех детей с рождения отмечаются пониженные сопротивляемости к инфекциям. Фурумкулёз, генетиковые заболевания кожи, отиты, пневмонии. Дети бледные из-за пониженного питания. Связывают это заболевание с микроорганизмом типа бактериоидов. Форма фарамонус гингивалис, антибаккилюс антимикета хоминтанс. Задержание происходит от родителей. Окно инфицирования от 1 года до 3 лет. Начинается с первичного разрушения периодонта. При этом начали симптомы воспаления десны отсутствуют. В дальнейшем меняется архитектоника десневого края. Десна как бы отступает, обнажается от зубов. Образуются глубокие парадонтальные карманы. Затем начинается воспаление. Эркенологически определяется вертикальная деструкция альвеолярной кости. В последующем возникает подвижность перемещения и выпадения зубов. Симптомов кровоточивости, болезни нет. Зубной камень отсутствует, зубы па, однако патологический процесс за пределы альвеолярной кости не переходит. С выпадением постоянных зубов деструктивный процесс в челюстях прекращается, крытый мягким налетом. Дети теряют вначале молочные зубы, затем в процессе распространения зачатки постоянных зубов. Они рано прорезываются, с ними происходят аналогичные изменения, и к 14-15 годам все зубы выпадают. Пубертатный подростковый парадонтит. Существует две формы – локализованная и генерализованная. Локализованный пубертатный парадонтит наблюдается у практически здоровых детей и подростков без системных заболеваний. Он характеризуется быстрой и тяжелой деструкцией альвеолярной кости в области первых постоянных моляров, иногда и рисцов. Клинически наблюдается легкое воспаление. Оно может отсутствовать, небольшое количество зубного налета или камня. Деструкция костной ткани прогрессирует в 3-4 раза быстрее, чем при парадонтите у взрослых. В настоящее время это заболевание связывается с бактериоидом типа актинопоцилус, актиномицетом комминитанс. В большинстве случаев возникает оно у детей, родителей которых являются источниками микроорганизма. Попадают в ткани парадонта вскоре после прорезывания зубов. Процесс протекает при минимальной воспалительной реакции. Быстрое расстраивание процесса обусловлено тем, что специфическая микрофлора не только заселяет борозку и последующим парадонтальный карман, но и проникает в глубь ткани парадонта, в том числе и костную ткань, где достаточно стойко сохраняется. С другой стороны, этот микроорганизм обладает способностью подавлять тему таксис лейкоцитов, и антитела в таких случаях не успевают образовываться. Парадонт, позже прорезывающийся постоянно зубов, редко повреждается, так как к этому моменту успевают образовываться и проявить в своем защитном действии специфические антитела. Генерализованный пубертатный подростковый парадонтит встречается редко. При этом процесс часто захватывает парадонт обеих челюстей. Характеризуется агрессивным течением быстрой и тяжелой деструкции арвелярных костей. Его принято называть агрессивным или быстро прогрессирующим парадонтитом. Парадонтит как непосредственное проявление системного заболевания. Парадонтит как прямое проявление системного заболевания рассматривают у пациентов, имеющих воспаление, не сопоставимое с количеством налета и другими местными факторами, а также у тех, кто имеет системное заболевание. Однако часто бывает сложно различить, вызвали ли парадонтит, болезнь или налет. Стены заболевания связаны с гематологической патологией, которые могут проявляться как парадонтит, включая приобретенную нейтропению, агронулоцитоз, лейкозы, синдром ленивых лейкоцитов, гипогамма-галополитемия. Семейная и циклическая нейтропения. Синдром Дауна, синдром дефицита лейкоцитарной адгезии, синдром Папиона-Лефевра, синдром Чадьяга-Хигаси, гистеоцитарный синдром, болезнь накопления гликогена, детский генетический детерминированный агронулоцитоз, синдром Эллерса-Дауна типа 4 и 8. Гипофосфатодия, синдром Когена, болезнь Крона. Диагностика. Первое – это клиническая оценка, второе – это иногда стоматологический рентген. Осмотр зубов идет в сочетании с исследованием карманов и измерением их глубины. Как правило, достаточно для установления диагноза. Карманы глубже 4 мм указывают на парадонтит. Стоматологический рентген выявляет потери альвелярной костной массы, прилегающей к парадонтальным карманам. Лечение. Это устранение факторов риска, покрытие и планирование корня, иногда антибиотики или сочетание антибиотиков. Хирургическое вмешательство или экстракция. Устранение таких непосредственных факторов риска, плохая гена, полости рта, диабет и курение улучшают результаты. Спасибо за внимание.